Музыка Ну что, всем привет, вы на канале Крипто Комманс и Биткоин у нас с вами прорывается наверх, ребята, уже 26 тысяч долларов Да уже какой там, 27 тысяч долларов, да? Без 5 минут Посмотрите, как закругляется парабола Давайте с вами подумаем, докуда вообще летит эта ракета и чего нас может ожидать с вами в конце туннеля, свет или очередной слив Поэтому, если вам нравится крипто-контент, обязательно вваливайте лайк, подписку на канал и колокольчик, и мы начинаем, поехали Смотрите, дорогие друзья, предлагаю отдалиться на дневной таймфрейм, чтобы вообще вспомнить, где мы Потому что сейчас очень много экстаза у всех, связанного с этим мини-пампом Но, как только мы отдаляемся на макро, мы понимаем, что ага, так тут еще вообще биток-то, посмотрите-ка Сейчас все говорят про какие-то цели, там, 28, 32 Вы посмотрите, где они, вот мы уже практически до них дошли А если говорить по-серьезски, друзья, то вот у нас, как бы, сейчас мы стоим на уровне предыдущего закола Помните, я, кстати, говорил об этом, когда мы отсюда отскочили еще в мае Еще в мае прошлого года я говорил о том, что мне эта тень очень нравится Это значит то, что мы точно к ней вернемся И вот мы к ней вернулись, правда, прошло достаточно приличное количество времени И что сейчас мы можем отметить? Что этот уровень выступает в роли сопротивления Да, вот этот уровень, ну и можно сказать, что вот этот ближайший уровень, в районе 29,30 тысяч, 29,500, скажем так Тоже выступает в районе сопротивления по биткоину Теперь, ребята, если сейчас биткоин пробивает эти уровни и закрепляется над ними То, извините меня, дальше сопротивления ближайшего в принципе нету То есть там открытый космос Опять же, друзья, ключевое слово «если» Надо понимать, что ничего не гарантировано Но, если вы меня внимательно смотрите Я вам весь этот год утвердил, что средние значения по биткоину Находятся у нас примерно вот в этом растущем коридоре Вот в этом канале, как вы можете видеть В котором цена находилась достаточно долго У нас были экстремумы, когда мы вываливались из канала дважды наверх И также сейчас мы вываливались из него вниз Соответственно, статистически, друзья, мы с высоченной долей вероятности Должны вернуться в этот канал Соответственно, если мы в него вернемся То сейчас нижняя граница канала это примерно 36 тысяч долларов Верхняя граница канала примерно 52 тысячи долларов Вот я и думаю, что сейчас биток может просто со свистом улететь на 40 с чем-то, например К средним значениям Представляете, сколько шортов там будет ликвидировано Они уже, они додумались, ребята, шортить вот здесь, вот здесь, вот здесь И то и происходит, что я вам говорю обычно То есть любой рост это просто серия шорт-сквизов Что такое шорт-сквизы? Это когда люди выходят из крипты, продают ее С плечом продают еще на заемные И надеются заработать на понижении Ну, тут тоже надо понимать, что, ребят, сейчас в экстаз, в эйфори Впадать не надо Потому что в какой-то момент Это параболическое ралли локальное Оно приостановится Допустим, давайте представим, что сейчас биткоин Сделает действительно вот так Даже если он сделает вот так, ребят Это же не значит, что он потом все начнет расти Только расти и никогда не падает Нет, он все равно потом будет откатываться Будут коррекции, будет какое-то двойное дно Или что-то перед продолжением роста То есть, в принципе, я думаю, что даже по тем ценам, где мы сейчас А то и ниже, зайти в итоге дадут через время Вот, кто-то верит даже, что мы сделаем перилов И это тоже, в принципе, возможно Поэтому я вам не говорю, что прям to the moon и все Типа, all-in без стопов Нет, торговать, пожалуйста, торгуйте с правильной расстановкой С риск-менеджментом Естественно, высокую перекупленность локальную Можно будет даже шортить Но сейчас пока говорить о том, что это разворот, рано Потому что, смотрите, все, кто зашортил вот здесь Они сейчас окажутся, скажем так, мягко говоря, в не лучшей ситуации Потом, опять же, сыпятся банки одни за одним Да, их сейчас там будут выкупать, печатать триллионы долларов очередные Но это же как раз очень плохо для мировой финансовой системы И это очень хорошо для биткоина И для золота, кстати, ребят Посмотрите на золото Вы знаете, что золотом можно торговать на любой криптобирже? Практически уже с плечом Посмотрите на золоте, какая у нас вырисовывается многолетняя чашка с ручкой На недельном таймфрейме Соответственно, золото сейчас, если пробивает условный уровень 2000 То все, ребята, золото просто туземун Потому что, ну, реально, люди-то бегут из банков куда? В золото и в биткоин И биткоин тоже будет туземун Биткоин будет туземун сильнее, естественно Ну, золото, я думаю, что с гэпом откроется и пробьет 2200 просто В понедельник Посмотрим, конечно Но биткоин в любом случае интереснее в плане иксов В плане транспортировки, накопления Короче, биткоин реально легче копить Легче держать, пересылать и так далее Да и иксов он больше дает, если уж говорить как спекулянт Вот, но тем не менее, золото это реальный актив То есть это реальный стейблкоин И он сейчас будет расти, поскольку доллар будет падать Вот Значит, что еще хотелось бы отметить, ребята Пока, собственно, продолжается у нас аптренд О чем я вам и говорил Я разгрузил пятую часть позиции по биткоин и по эфиру По дэшу я снова догрузился И по аудио, кто спрашивал Понемножку И что еще? Лайткоин держу Беда уже тут вообще супер маленькая часть Я думаю, что я ее просто закрою в какой-то момент Уже всего 1000 контрактов Либо догружусь, да, кстати, в битдау Битдау интересно, на самом деле Битдау тоже интересно И, короче, битдау тоже буду догружаться Ребят, да сейчас любой второй альт интересно Потому что я вам напоминаю, что все вот эти альты Это все те же самые ваши любимые альты Та же мана Тот же лайткоин Тот же аудио Что там кто торгует? Кто другие? Там полка доты, аваленчи Те же атомы Только они все просели на 98% И вот сейчас-то как раз их и надо брать Ребят, потому что посмотрите Глобально вот мой друг Карл запостил теханализ Биткоин готов? Готовы ли вы? Он спрашивает вас И тут надо быть просто слепым Чтобы не видеть, что начинается новый цикл Как это обычно и происходит План B опять же запостил Кстати, у нас в Телеграме все эти лучшие репосты Репосты лучших зарубежных твитов с переводами для вас Ребят План B спрашивает Вы все еще ждете 12 тысяч? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос в комментариях внизу Ждете ли вы еще биткоин ниже двадцатки? Давайте так Вот опять же Карл постил головы и плечи Которые уже сейчас пробиваются И цель по ним это 34 тысячи долларов консервативная Потом опять же Кевин Свенсон постил еще несколько дней назад Пять дней назад О том, что биткоин протестировал логарифмическое нисходящее сопротивление Посмотрите, 69 тысяч, 48 И сейчас он снова отбился от него в районе 20 тысяч Ну там 19 с чем-то И уже, вы понимаете, переписали этот хай То есть это очень сильный на самом деле знак того, что это было дно Ребята, по TRDR тоже у нас тут был отличный промежуточный сигнал Это скопление ордеров исчезло Но мы с вами вот здесь вот видели заходной налог Кто помнит из прошлых стримов Вот, я вернул все, что было Вот здесь вот у нас было обведено Потому что здесь был заходной налог Поэтому, ребята, обязательно проверьте подписочку на наш телеграм Также, кроме ютуба Чтобы получать вовремя все уведомления И также проверьте, пожалуйста То, что у вас есть этот сервис TRDR Он стоит всего 300 долларов в год Чуваки, это отбивается за один трейд Но он вам дает просто идеальные сигналы Где у нас сильные уровни, от которых идет цена Вот, что еще хотел я вам сказать, ребята Medieval Empires Небезызвестная вам, наверное, нашумевшая игра Запустила продажу земли Для тех, кто не знает Medieval Empires Это новая игра на базе блокчейна NFT В стиле Age of Empires И всякой вот такой темы Типа, короче, в стиле цивилизации, войнушки и так далее Короче, очень прикольный, на самом деле, геймплей Чуваки мутят Вы можете посмотреть у них в ютубе И сейчас идет продажа земли в качестве NFT Вот, вы можете купить здесь кусок земли за 0.7 эфира За 1200 USDC Ну и так далее и тому подобное Как я понимаю, эта земля потом продается дороже Естественно В плане инвестиций В чем ее смысл, да? Вот, видите? Ну, сейчас пока за 0.35 эфира вот она стоит Но в целом на хайпе, вы же понимаете Вот ее кто-то уже покупал, перепродавал Короче, на хайпе, возможно, можно будет ее перепродать дороже Плюс можно будет ее использовать в игре То есть что-то на ней построить, занять, понимаете? Потом кто начнет играть в эту игру Им нужен будет этот клочок земли Они могут вам за него предложить достаточно много И все это происходит на смарт-контракте, там на полигоне Как я понимаю, да То есть абсолютно реальная тема Можно также сдавать в аренду еще эту землю Я так подозреваю И получать за это мзду Вот, поэтому ознакомьтесь с этой темой Ссылка будет в описании А токен этой игры Mi Я вам напоминаю, что он торгуется на Bybit Также он есть в сейвингсах Под 12% годовых можно положить И он торгуется Но, вот тут я хочу сделать дисклейвер, ребята Потому что токен Mi, как ни крути Он еще очень новый И я не уверен, что он прямо сейчас с текущих пойдет и начнет тузэмунить Честно говоря, я бы все-таки осторожнее сейчас относился к токену Mi Как к инвестиции Поскольку он только запущен И стартовая цена была, чтобы вы понимали На приват раунде была меньше цента Полцента была цена на сид раунде Поэтому я не удивлюсь, если токен Mi, например, упадет ниже цента Проваляется там еще какое-то время И только потом уже, когда игра действительно пойдет на хайп Я думаю, что мы увидим хороший бычий рынок Как скажется хороший бычий рынок на этом токене Mi Но, тем не менее, купить его можно на Bybit Если вы заинтересованы, там по чуть-чуть Я думаю, уже можно залетать Но, если уж говорить о молодых проектах В которые стоит залететь Я бы сейчас, то лично я сейчас Больше накопил позицию каста Потому что, посмотрите, каста уже все Как бы она отпадала Разворачивается И падать ей, но объективно некуда А вот токен Mi, пока еще мы не знаем с вами Но он может быть где-то здесь Понимаете, он может сложиться еще и в 10 раз Тут, конечно, был медвежий рынок Понятно, сейчас бычий Но, тем не менее Короче, интересная тема Все эти новые токены Но, естественно, высокий риск, ребята Высокая спекуляция, высокий риск Да, интересно накупить этого говна Но потом, какая у вас цель? Выйти из него и сделать больше биткоина? Я надеюсь, что так И даже каста, понимаете? Даже Dash, ребята, мои любимые все монеты Все равно у меня есть цель Это сделать больше биткоина Пускай я продам не все Пускай я продам часть Половину своей касты Половину Dash Но я сделаю на них больше биткоина Так же, как я сделал больше биткоина На эфире классике На доучкойне В свое время На рейвенкой На других монетах На эфире Обычном, в конце концов Вот Так же мы с вами сделаем Ребята, кто имеет терпение Выдержку Тот дождется И срубит иксы Это, я вам говорю Абсолютно С непоколебимой уверенностью Потому что я это знаю По себе И по вам я тоже знаю Это, дорогие подписчики Я вижу ваши отзывы положительные Вижу ваши комментарии Что вам нравится Что вы сделали хорошие прибыли Обязательно их фиксируйте, друзья Нельзя разбазаривать прибыль Обязательно выводите Хотя бы тело депозита Когда сделали иксы Так, ну что У нас все еще Недооцененность 42% До средней До средних значений По тренду Это очень хорошо У нас с вами капитализация Крипторынка 1,14 триллиона А трендовая 1,96 То есть 2 триллиона Должна быть Средняя капитализация То есть мы сейчас Недооценены Реально в 2 раза Все индикаторы Показывают низкий риск Что лишний раз Подтверждает этот аптренд Все, кто спрашивает На чем растем Растем на том На чем падали Лучше спросите На чем падаем Нужно спрашивать Потому что расти То как раз Есть на чем Биткоин Биткоин Это уникальная технология Ладно Давайте посмотрим еще Эфирчик Куда он может дойти Потому что по эфиру Интересная ситуация Он-то тоже на самом деле Стучится в это сопротивление Как и биткоин Только обратите внимание Эфир уже ходил выше В прошлом отскоке В августском И уже ходил на 2000 И вот сейчас Похоже Что он идет пробивать Именно 2000 Уже Это вот это Следующее сопротивление Вот Поэтому Тут по эфиру Опять же Как и по биткоину Делаем такой же Долгосрочный анализ И рисуем Коридор Коридор цены Средних значений И понимаем Что по эфиру Тут еще выше потенциал Тем более Его там сейчас Вроде сжигают Нормально Короче Эфир в принципе Может сделать Вот так Как будто Здрасте И улететь Куда-нибудь на 3600 Или даже на 4500 И вот эта зона Для меня будет Зона основных Тейк профитов По эфиру Потому что я не знаю Что дальше будет Вдруг Все это Реально Эфир по крайней мере Соскамится Может же такое быть Или просто уйдет В долгий Медвежий рынок Отсюда Скажем На proof of stake Все будут верить Что он будет расти А он не будет расти Допустим Вот такой сценарий Может быть Может Но в любом случае Перед ним я верю В то что Я считаю Что будет очень сильный отскок Поэтому по эфиру Вот даже тупо Спекулятивные Локальные цели У меня такие А так в целом Я в долгосрок Честно вам скажу Я не хочу ходить Много эфира Я не верю особо Уже в проект эфириум Точнее в успех криптовалюты Эфир Потому что Эфириум Платформа хорошая Да мы на ней можем писать Токены Смарт-контракты Что хочешь Но Криптовалюта Эфир Она при этом может стоить Она может и 15 тысяч долларов Конечно стоит Не вопрос Но может стоить И 150 долларов И хуже от этого Блокчейна не станет Эфир к битку Опять же Посмотрите Пробил Вниз Сейчас у нас Этот треугольник На дневке Это что показывает Что сила Сейчас в битке Ребята Сила в битке А не в альткоинах Конкретно в моменте И Здесь конечно же Если вы торгуете Или хотя бы смотрите Пары к биткоину Это вам поможет Разобраться в том Где может быть Потенциальное дно Посмотрите Эфир к биткоину Сейчас падает Прямо к 61.8 К золотой фибе Это у нас 6 миллионов 200 тысяч сатоши Ну или 300 тысяч сатоши Вот если эфир упадет И отскочит оттуда Это будет Очень хороший сигнал Подтверждающий нам того Что Коррекция завершена То есть был импульс Коррекция И начинается новый импульс Но Если он провалит Этот уровень То в принципе 70.86 Я думаю Это ультимативная поддержка Откуда он должен отскочить Это 5 миллионов 700 примерно Сатоши Да ребята Кто не знает Что такое сатоши В одном биткоине 100 миллионов сатоши Всегда нужно считать Сколько у вас сатоши Биткоинов у вас Давайте так Немного Я предположу Если вообще есть Хотя бы один Напишите в комментариях Кстати Есть ли у вас Хотя бы один биткоин Ребята вы в клубе или нет Пофигу Даже альтами Давайте так Если у вас Даже в сумме Вашего портфеля Только без плечей Даже альткоин И щиткоин Если у вас есть Хотя бы один биток То вы уже Счастливчик Лайткоин Еще хотел быстро С вами глянуть Знаете почему Потому что у лайткоина Очень сильная перепроданность Именно к биткоину Смотрите Лайткоин Дневной таймфрейм RSI Просто валяется Укатанный в днище Как это было Вот здесь Обратите свое внимание Здесь правда Еще была желтая точка На сайфере Идеально Кстати отработавшая Да она была Чуть раньше Вот здесь Ну был закол Ложный естественно Но после этого Мы улетели И теперь снова Мы валимся в трубу Смотрите Как мы далеко ушли От сетки Эмэй римон То есть мы Статистически даже Просто к ней вернемся В какой-то момент И как сильно перепродан RSI На зеленой точке Короче по лайткоину К битку Это просто ключ Сейчас к разгадке Альтсезон Потому что лайткоин Опережающий Индикатор был Он рос сильнее Как и дэш Последние там Да вот эти несколько месяцев И сейчас он тоже Спускается в 61.8 В золотой карман По фибе То есть это ровно 3 миллиона Ой 300 тысяч сатоши 300 тысяч сатоши Если лайткоин удерживает То там Тузамун ребята Такой что он И к доллару полетит Там сначала на 120 И потом когда уже вы локти будете кусать Зашортить Он на 1000 полетит Как вариант Дисклеймер конечно Не финансовый совет Поэтому к доллару Вот мы видим Что он уже двигается Но двигается не так быстро Как к биткоину И видите Встретил сопротивление В районе сетки Я думаю что это ненадолго Друзья Я думаю что он пробьет К ядреням И мы полетим Просто на такие хаи На такие ребята хаи Потому что посмотрите Макротренд то у нас Бычий по лайткоину Все минимум повышаются Максимумы тоже повышаются Поэтому ребята Всем большущих профитролей Спасибо что посмотрели этот выпуск Ставьте лайк Ставьте стоп Ставьте тейк Подписывайтесь к нам на канал В телеграм И скоро увидимся До следующей встречи Пока Субтитры сделал DimaTorzok